ПЕСНЯ 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 Привет друзья! Ролик сегодня будет действительно интересный. Будут теории, интересные факты и разоблачение одного ролика. Начнём с разоблачения. Помните этот ролик? Так вот, это не ролик, а фото. Вот смотрите, что я откопал в интернете. Не очень давно. Теперь вспомним ролик с Найкса. Здравствуйте! В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам об очень интересной информации, которая всполухнула в интернете. Под ним есть интересные комментарии. Согласно ему, у автора комментарии есть оригинал. Он пытался его заливать, но Ютуб аж три раза забанил его за нарушение авторского права. Насколько мне известно, Ютуб банит за нарушение авторского права только то, что есть на Ютубе. А это значит, что оригинал лежит на Ютубе либо в закрытом доступе, либо с доступом по ссылке. Если доступ по ссылке, то нам надо откопать эту ссылку. Если закрытый, то нам надо найти ссылку и вставить ее в веб-архив. Веб-архив это программа для просмотра сайтов такими, какими они были, дни, месяцы, годы назад. Но только проблема может быть в том, что веб-архив мог не архивировать эту ссылку, либо заархивировать, когда у видео уже был закрытый доступ. Ну или просто тот чувак наврал. Теперь теория. Она давно в моей голове и появилась благодаря крепипости. Что если палочник появляется только ночью и только там, где ни у одного дома не горят окна? В крепипости по оригиналу сказано, что окна горели только в подъездах, на деле так же. Есть факт, что автор пока снимал ролик включил свет, а палочник его убил в конце. А в остальных роликах либо день, либо в окнах есть свет. Опровергнуть эту теорию я могу только тем, что сама теория полная чушь и палочник не убивал автора, ведь он шел от него. На этом все, ролик небольшой, но по сравнению с остальными очень информативный. Если не верите, посмотрите последние ролики на канале.